Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь приветствуем вас на канале Squadboard Shop. Видите, я уже даже не считаю, сколько раз я правильно произнес это название, потому что я его научился произносить, это стало для меня обыденным. Но мне не хочется, чтобы эти обзоры стали для вас чем-то обыденным. Каждый раз это событие, каждый раз это рассказ, и мы хотим сегодня подтвердить это вновь, повествуя о замечательной совместной коллекции бренда Diamond Supply и художника Кита Харинга. Поэтому не переключайте ваши YouTube-каналы, сейчас будет познавательно, интересно и даже, не помню с этого слова, креативненько. 1968 год. Небольшой город под названием Ридинг, штат Пенсильвания. Чем известен этот город? Наверное, больше всего он известен тем, что там протекает ручей под названием Соукани. И на берегах этого ручья расположилась фабрика, которая начала делать одноименные кроссовки. Но рассказ сегодня не про них, хотя, надеюсь, как-нибудь про них тоже расскажем. Сегодня рассказ про уроженца этого маленького города, которого звали Кит Харинг. Родился он в 1968 году в семье, где были абсолютно простые родители. Папа слегка увлекался рисованием небольших комиксов для себя. Он никогда не считал себя профессионалом, но с детства маленький Кит смотрел, что там папа у себя где-то рисует и тоже начал это все рисовать. Ему нравилось изображение на бумаге каких-то небольших, таких простых, чуть ли не схематических рисунков, которые передают определенные послания. И он понял, что искусство для него это что-то интересное. Даже начал его изучать в пенсильванских учебных заведениях, но быстро понял, что практически все, что там говорится, это не про искусство, а про его коммерциализацию. И он решил, что ему это неинтересно, ему наоборот интересно этим своим искусством только делиться. Поэтому он принимает решение после долгих поисков переехать в Нью-Йорк, в город, где тогда набирает обороты такое искусство, как граффити. Про него тоже можно, наверное, рассказывать очень долго, это одно из моих любимых, наверное, направлений уличного искусства, да и искусства вообще. Но Кит Харлинг приезжает в Нью-Йорк и начинает вписываться в это движение. Надо сказать, что в самом начале, когда рисовали граффити, это было не то, что сейчас. Ну, сейчас что такое граффити? Либо там, типа, написать на заборе «Путин вор» что-то такое политическое, либо там написать неприличное слово «Хи-хи». Но это не особо уже искусство, это некий акционизм, протест, можно сказать. Либо там забивать, красить целые вагоны или целые составы поездов. Это уже, можно сказать, пост-граффити, по-разному его называют. А тогда это искусство только начиналось, и каждый придумывал что-то свое. Кто-то там рисовал свое имя, как начинал этот известный Таки, просто его корябая по всевозможным поверхностям. В принципе, с него граффити началось, когда однажды в газете про него написали, что человек занимается вандализмом по всему городу. И все ребята поняли, что вау, чтобы меня узнали, я тоже должен писать свое имя по всему городу. Вот. Ну, потом туда подключились известные художники, и одним из них был и Кит Харин. Человек изначально рисовал граффити мелом, представляете, да? То есть он залезал в подземку нью-йоркскую и мелом рисовал очень такие схематические изображения. Я, наверное, возьму что-то из представленных здесь футболок, чтобы вы имели представление. Стиль его особо не менялся на протяжении всех времен. То есть это были те же самые слегка вдохновленные... Кстати, помните, мы рассказывали про доктора Зюса или Зойса? Он очень сильно вдохновлялся в детстве. Так вот, такие вот небольшие изображения, самым известным из которых был так называемый радужный ребенок. Это небольшое, почти схематичное изображение младенца, от которого исходят лучи. И Кит Харин говорил, что, в принципе, это, наверное, я. Такой веселый, такой лучащийся, такой стремящийся к познанию, стремящийся к тому, чтобы делиться радостью человек. И вот такие вот рисунки мелом он делал, начиная с конца 70-х годов, по начало 80-х, по всем подземкам. Плюс он очень часто брал, опять же, это Нью-Йорк, конца 70-х, город, находящийся в достаточно сильной такой финансовой заднице. И очень много рекламных площадей там были не заняты, либо висели какие-то совсем старые рекламы, на которых он тоже сверху что-то рисовал. Плюс это, наверное, первый человек, который еще в конце 70-х придумывал подрисовывать на рекламах какие-то элементы, которые маскировались под настоящие рекламные объявления, но немножко все представляли в таком сатирическом стиле. Вздумайтесь. То есть то, что сейчас мы называем мемчики, и люди делают в интернете, и считают, что это более-менее какое-то новое искусство, что человек делал еще, получается, практически 50 лет назад. И, естественно, он был не один, он познакомился с другими людьми от граффити, тот же самый Баски, известный художник, который тоже начинал там, с людьми, как сейчас принято говорить, богемы и андеграунда, которые тогда были в Нью-Йорке, познакомился с Энди Уорхолом, с известными фотографами того времени, и как-то начал вливаться еще и обратно в артистическую, не побоюсь этого слова, тусовку. Начиная с 81-го года у него уже проходят собственные выставки, у него заказывают работы, он летает по всему миру, где тоже рисует. Причем это тоже был, наверное, один из первых художников, где было интересно смотреть не только на результат его работы, но и как он рисовал. Это человек, который просто перло из него этой энергией, он все время там пытался рисовать различными, не только мелом, не только краской, но и какими-то, как он сам рассказывал, я все время иду в магазин, который продает не только там лакокрасочные товары, но и в какие-то хозяйственные магазины, и ищу какие-то новые способы, чтобы донести свое творчество, донести свое послание до людей. В принципе, его стиль, он реально был очень простым, он реально был очень ярким, очень запоминающимся. Он сам был очень таким приветливым и светящимся человеком, и очень быстро стал знаменитым. Например, он начал сотрудничать с Грейс Джонс, тоже в начале 80-х, очень известная чернокожая певица, модель, актриса. Мне она запомнилась как исполнительница одной из роли злодеев в фильме про Джеймса Бонда. На двух ее перформансах он покрывал ее тело белыми граффити, и она выступала. Сотрудничал с Ливьен Вестлук, и было известное выступление Мадонны в рамках Top of the Pops, такого телевизионного проекта, где она пела песню Like a Virgin в красивом очень парике, и в наряде, который тоже был в граффити, который делал Кит Харин. Самое интересное, что уже после того, как человек стал известным, он все равно продолжал работать на улице, все равно продолжал красить. У него все время была очень серьезная такая социальная направленность его работ. Например, он очень сильно переживал по поводу эпидемии Крэка, который тогда был в Штатах, и в 86-м году на огромном просто пространстве, посаде дома он сделал работу с надписью Крэк из Уэк. Ну, перевести можно что-то типа как Крэк плохо. После того, как он сделал эту работу, ее посчитали жутким актом вандализма, и полицейские даже его уперли за решетку. Но когда им начали говорить, что типа, чуваки, ну, человек наоборот, за хорошее, он не нарисовал это на каком-то там музее, еще где-то, а просто в квартале, где как раз этого Крэка очень много. После этого полиция даже извинилась и выпустила. Это было, я говорю, в 86-м году, когда человек уже был популярным. Например, в 85-м году он делал афишу для концерта LifeAid, известный концерт, который был посвящен проблеме голода в странах Африки, и оформление этого концерта полностью так же было у этого человека. В 86-м же, если не ошибаюсь, году он еще открыл магазин, который он назвал Pop Shop. Ну, поп не как вот поп-ап временный магазин, а поп как сокращение от популярного. И через этот магазин он сказал, что, ребят, многие просят меня нарисовать картину, и там, я сейчас популярный, я могу реально нарисовать картину и продать ее там за многие десятки, а то и сотни тысяч долларов. Но я этого не хочу. Я все время выступал, чтобы искусство было для всех. Именно поэтому я рисовал в подземке. Не для того, чтобы мне там пиар какой-то нужен, а потому что я реально хотел, чтобы у вас была эта картина. Поэтому в этот магазин вы можете прийти и купить мои любые там картинки, изображения за очень и очень небольшую сумму. И, на мой взгляд, это очень интересный вот этот постулат про доступность искусства, про то, что искусство должно быть для всех. К сожалению, в 90-м году этого художника не стало. Он стал жертвой спида, причем заразился он им намного раньше. И у него, кстати, было и много работ, посвященных как раз этой проблематике. Но после того, как его не стало, была создана так называемая фаундейшн, Кит Харрин фаундейшн, которая занималась тем, что внесло его идеи дальше. И поэтому, в принципе, вот сейчас его работы, они стали иногда даже казаться, что таким мавитоном. Да, очередные какие-то козябры человека. Но я специально рассказал его историю, чтобы вы поняли, что за ними, за всеми стоит очень интересная личность с очень интересными такими задумками. И поэтому все его работы, все его коллаборации – это реально попытка сделать искусство доступным для всех. Попытка достучаться, создать какие-то социальные феномены. В рамках новой коллекции с Diamond, наконец-то мы до этого дошли, Здесь есть несколько, не побоюсь этого слова, айтемов, про которые нужно обязательно рассказать. Самый, наверное, такой большой, интересный – это вот этот вот, как на мне, джинсовый пиджачок. Она же курточка с классическим его рисунком, с множеством маленьких вот таких вот рисунков в стиле Кита Харринга. Есть такой вот яркий тоже лонгслив с надписью «Кит Харринг», с большими его такими танцующими человечками известными. Есть несколько футболок у нас, классическое у нас, вот это вот, черное. Если не ошибаюсь, вот это в Барселоне была стена, вот с этим рисунком сделано. И вот это повторяющее одно из его граффити, если тоже, если не ошибаюсь, то ли для Грейс Джонс, то ли еще для кого-то он делал. И вот такой вот у нас тоже футболка с еще одной его картинкой и сзади таким вот рисунком. Мне понравилось, что Даймонд в этом плане решил, ну, минимализировать свое присутствие. То есть есть только небольшие лейблочки Даймонд внизу, как правило, а все остальное отдано на откуп этому великому художнику современности. Есть еще, кстати, вот два таких момента. Глинный лонгслив и футболка с ребятами-скейтбордистами. Кстати, вот тоже такой момент, Atomic Dog с собакой, которая здесь изображена, тоже один из его постоянных символов, как и летающие тарелки. Вот, и традиционно, друзья, мы не можем попрощаться с вами без очень интересной новости, а именно без розыгрыша вот этого вот замечательного лонгслива. Причем, если вы подумаете, что мы хотим разыгрывать только лонгслив, да ни в коем случае, друзья, у нас еще есть вот такие замечательные подшипники Даймонд. Ужасная вещь, если честно, потому что первый раз, когда я пришел в скотт-бордшоп, я подумал, что это жвачка и трезубы себе выбил. Но сейчас не об этом. В общем, для того, чтобы получить вот этот вот лонгслив и вот эти подшипники, вам нужно сделать немножко такое сложное задание. Опять же, не будем ждать тысячи или миллиона просмотров, хотя очень надеемся, что они будут. Вам нужно оставить комментарий под этим видео в YouTube, на котором будет какая-то фраза, а также ссылка на ваш профиль ВКонтакте. А в вашем профиле ВКонтакте должно быть выложено вот это видео, вот этот обзор. И мы проведем через некоторое время розыгрыш, победитель которого получит этот лонгслив и вот эти вот подшипники. Это не жвачка. Еще раз, ребят, говорю вам. Не жвачка, не сигареты, это подшипники для катания на скейтбординге. Дмитрий Егоров, Скотт-бордшоп. Катайтесь на скейтбординге.